всем привет сегодня хочу вам показать соединение асинхронного электродвигателя 380 вольт то есть как он работает при разных соединениях соединений с звездой и треугольником на youtube и много роликов есть про это то есть как подключить двигатель но я не встречал по моему не встречал даже может и есть да пропустил ролики где показывается именно работа двигателя при соединении треугольником и при соединении звездой я сегодня вам на примере сверлильного станка покажу как меняется мощность как меняется работа двигателя и так далее еще быстро пробегусь то что я обещал показать доработку своего станка остатки сказал что оставалось короче поставил я двигатель 380 вольт 1 и 1 киловатта 900 оборотов вот но все что я тут сделал родные уши которые были сделал крепление двигателя из кругляк просверлил отверстия в ролике нарезала резьбу на 8 стянул болтами дальше 16 пластина отверстия она сделана она сделана для того чтобы для того чтобы при натяжении ремня когда двигатель уходит сюда к станку чтобы двигатель не касался рамы ну то есть вот это вот основание дает вылет двигателю так как при установлении такого двигателя родной ремень уже все равно не подходит поэтому у меня была возможность играться то есть взял ремень и по нему уже делал дальше опять 16 пластина с отверстиями где можно уже напрямую двигатель прикручивать можно сделать как я на шпильках то есть это еще дает добавил дополнительную регулировку можно ближе двигатель ставить можно дальше ставить скажем так диапазон применяемых ремней увеличивается размеров ну а дальше два шкива уже поставил я металлических этот мелкий ведущий пришлось расточить пады подвал а этот мне пришлось полностью точить заново начала поставил вот этот вот я протачивал на нем оказались обороты большие даже на вот этом ручье ну не понравилось мне короче синяя стружка шла я вытащил шкив побольше ступицу сначала вытащил на вал и на него уже на прессовал шкив на ступицу так ну и в общем то и вся доработка патроны еще не менял патрон надо покупать 16 но это потом кому интересно как я сделал дископическую стойку у меня есть видео можете посмотреть в одном из предыдущих видео я показывал она мне теперь крутится то есть станок поворачивается и вдобавок он еще выдвигается под самую крышу ну и также можно его опустить самому столу вниз так на теперь электрическая часть поворачиваем электрическую часть вот она наша электрическая часть сейчас у меня тут соединение идет звездой то есть вот они одни края обмоток раз-два-три куда подходит 220 и конденсатор середина а здесь другие края обмоток которые соединены между собой вот это соединение звезда у него получается через такое соединение более мягкий пуск мягкая работа но зато и мощность двигателя выдается только на 50 процентов то есть если он один один киловатт а у меня сейчас вот на станке где-то 550 ватт я вот им сверлю да он уже в отличие от заводского двигателя 13 сверлом сверлит ну если сильнее прижать все-таки останавливается сейчас я вам покажу как он работает на вот этом соединении так может может объяснить кому-нибудь еще попроще короче у нас тут три обмотки они помечены b1 c1 c2 c3 вот здесь c6 c4 c5 то есть края обмотки у нас получаются bc 1 и c4 потом дальше b2 что мне тут написано туб это цирк короче c2 c5 c3 c6 то есть 1 2 3 тут дальше 4 5 6 просто здесь провода перевернуты вот c4 середине стоит потому что сейчас она без разницы можно их поменять местами при соединении звездой а при соединении треугольником если тут будет c4 то получается b1 и c4 это одна обмотка ну b1 и c4 путаемся все время c1 и c4 это одна и та же обмотка просто разные края то есть вот она вот эта обмотка если она будет стоять здесь при соединении треугольником мы ее просто замкнем и перезамыкаем все обмотки мы сейчас дойдем до треугольника я расскажу при соединении звездой короче положение вот этих проводов без разницы они все равно сматываются в одну кучу вот здесь скреплены а есть двигателя без колодок достаются от дедов прадедов там просто торча 6 проводов там три края обмоток скручиваются в одну кучу к другим трем уже подсоединяются провода вот такой вот или электрик сама ушка думаю понятно вроде будет так ну что запустим часы покажу как сверли только надо будет мне поставить камеру опять на штатив я вам покажу как сверлить при таком соединении и так сейчас стоит 13 сверло это максимальная которая на которой рассчитан этот патрон заметно нет какие обороты ну короче обороты небольшие все нормально как хотел так получилось вот а теперь я покажу вам как сверлить вот я специально давил очень сильно ну может видели как каюсь они видели вы какое усилие прилагал короче специально давил сильно чтобы показать вам что при соединении звездой его остановить возможно и сверлил я как вы видите так ловим ракурс без всякого дополнительного скажем так этого ну то есть перед этим я не сверлил мы мелкое отверстие сразу 13 в 10 железо металл это десятка сверлить довольно таки нормально хорошо но все-таки мне не нравится что он останавливается так же как и заводской заводской понятно что с таким сверлом уже давно остановился этот мощнее получился но сейчас я вам покажу как он будет работать на треугольнике запомнить что сверло 13 на треугольнике бы будем сверлить сразу самым большим какой у меня есть 17 сверло покажу вам час и так вот наше соединение звездой как оно было только я снял крепежные гайки для того чтобы переделать на треугольник в общем то если у вас заводской двигатель то есть еще никто в него не лазил и так далее в нем есть такие перемычки они стоят по умолчанию то есть он сейчас вот соединен по заводскому на 380 вольт так подключается на 380 вольт вообще рекомендуют треугольником подключать на 220 чтобы сохранить как большим больше мощности их вот таких три штуки этих штучки вот и для того чтобы соединить в треугольник нам достаточно сделать вот так перевернуть их все затягиваем гайки и у нас получается соединение треугольник и вот как раз я в начале видео путался когда b1c1 вот это вот я вот за это и говорил что ну вот c1 край обмотки другой ее край это c4 но он стоит здесь вот этот провод не здесь а здесь потому что если поставить здесь то есть каждую обмотку вот так если поставить то они просто по замыкаются и у вас не только двигатель работать не будет но еще и выбьет пробки а так получается что они лесенкой соединены то есть подходит сюда 220 сюда потом сюда потом отсюда сюда и вот так вот задействуются получается две обмотки а третья пусковая дальше плюс треугольника в том что в двигателях до полутора киловатт конденсатор не нужен если у вас вы делаете себе заточной станок или вот как я сверлильный например ну кроме циркулярной пилы то есть вы включаете подключаете любые две обмотки хотите хотите вот это у меня конденсаторный провод вот можно без него его можно отключить подключить любые две обмотки так так или так вот как у меня главное потом если будет в другую сторону крутится просто переведу на другие обмотки поставить или перевернуть провода вот и тогда он заводится от руки свободно то есть чуть-чуть маленький толчок двигателю например вот этот двигатель у меня он сейчас если без нагрузки без ремня то он заводится сам я только нажимаю кнопку он заводится с ремнем мне надо чуть-чуть толкнуть за шкив и он сразу начинает крутиться то есть для таких вот его станков где не опасно рукой подлазить в общем то не сильно имеет смысл заморачиваться с конденсатором понятно что циркулярка там запильный диск крутить не будешь опасно вот такое вот отступление было так ну что теперь прикручиваю гайки и показываю вам как будет сверлить теперь на треугольнике так ну вот я прикрутил гайки еще одно дополнение для того чтобы проверить двигатель до пару до полутора киловатт то есть рабочий он или нет вам не обязательно иметь тестер просто можно подать напряжение 220 вольт на любые вот за этих вот трех обмотов ну на две обмотки то есть сюда сюда или сюда три варианта и он у вас будет крутиться в одну или в другую сторону при и должен заводиться над руки то есть от руки сам так но теперь покажу как сверли и так поставили 17 сверло вот вы видите сверло который мы сверлили 13 а теперь вот это вот уже 17 с половиной даже она у меня бьет гнутая не обращайте внимания главное это показать просто для опыта вам для показа так и еще я за соединение звездой сказал что двигатель работает плавно мягко и так далее при соединении треугольником плюс в том что прибавляется хорошо мощность но минус том что он работает намного жестче и то есть все вот эти вот вот эти вот вот эти вот штуки они все трясутся то есть везде где есть люфт везде тряска ну тут уже выбирать нам самим или мощность или удобство вернее мне я выбрал соединение треугольником потому что это не станок на котором работаешь часами на нем поработал и выключил и поэтому я выбрал треугольник сейчас покажу как будет сверлить не пугайтесь кричит он громко ну и завожу я его от руки все сверло уже на выходе начала под закусывать но вы видели результат 17 сверлом присоединение треугольника я просверлил железяку это 10 быстрее чем 13 присоединение звездой вот еще расскажу что как соединять выбирать вам если например наточила наждак то понятно что лучше посоединить звездой будет плавный пуск мягонько будет работать все как надо если нужно вам мощность и вы не обращаете внимание на посторонние звуки и вибрации и так далее тогда лучше соединять треугольником хотя треугольником соединения но и рекомендуется для 220 потому что тогда обмотки точно там сильно не разбирался но при соединении звездой получается 50 процентов мощности от двигателя отдает а при соединении треугольником дает 70 процентов выбирать вам но хотя вот по мощности я сейчас смотрю вот я жду 17 сверло у меня дрель написано 1400 ватт так вот она даже с 13 сверло бывает останавливается не то что с рук вырывает ее а просто она останавливается может она уже старая может там что-то щетки уже нету не знаю а здесь получается если 70 процентов от киловатта но 700 ватт ну пусть 750 максимум а его не остановить вы видели надо сверло приостанавливалась по моему в патроне право про скальзывала то есть потому что этот асинхронный двигатель если он только раз остановится его надо опять заводить кнопкой он сам не запустится ну кнопка или от руки сам не стронится а это же я только попускаю и сразу опять идет то есть проворот был или на ремне или в патроне на скорее всего патроне вот так ну такие дела вроде рассказал что хотел до новых встреч до свидания пишите комментарии критика приветствуется я сильно не обижаюсь все нормально лайки ставьте подписывайтесь все всем пока